так ну уже достаточно светло на улице сейчас я обнаружил у себя на палатке тут небольшую дырочку я не знаю будет ли вам видно постараюсь показать но она очень маленькая дырочка ее почти не видно но она есть заплатки у меня есть данимовский именно из этого же материала но они дома дома нужно будет заклеить это уже ребята 2 такая дырочка первую дырочку я сделал замочком это было в прошлую поездку когда я ночевал на озере я резко закрыл замок и он заживал немножко материалы когда я его вытащил там образовалась маленькая дырочка но это фигня я ее заклеил аккуратно все как красиво и вот сейчас смотрю здесь опять дырочка откуда она взялась надо будет сейчас когда вылезу из палатки обязательно посмотреть всю палатку на предмет подобных дырочек чтобы не давать им потом разойтись и дома все отремонтировать обидно конечно что палатка очень дорогая она не просто дорогая ребята она адски дорогая принципе это неизбежность также можно знаете купить скажем сейчас приведу просто сравнение купить какую-нибудь жигули или мазерати и ту и ту можно разбить и ту и ту можно поцарапать но это опять же не повод чтобы не покупать мазерати правильно с палаткой то же самое где-то ты все равно зацепишь какой-то ветка или еще что-то любую палатку можно убить конечно обидно вот эта палатка стоит 1100 евро германии по крайней мере за нее просят в америке она стоит 1000 долларов ну плюс там доставка растаможка вот и 1100 и выходит ну плюс еще маржа продавца понятное дело но она реально адски классная палатка она она стоит своих денег я вообще ни разу не пожалел что ее купил она очень легкая вот у меня вся снаряга да вот я что что вчера приехал уместилась в 25 литровый моторюкзак 25 литров все уместилось без проблем даже надо будет еще потом подвести итоги может быть что-то из из обмундирования выкинуть нафиг ненужное еще что я понял ребята я вот вчера делал эту ванучевскую термуху да она синтетическая зимняя термуха это сплошное разочарование она вроде как знаете когда вот внутрь если в подклад смотреть то тут вроде как даже флис по идее должна быть адски теплая но фишка этой термухи в чем ты в ней очень быстро потеешь а она не отводит то есть она она аккумулирует влагу то есть она ее как бы низ не дает и испаряться что ли она впитывает и как губка и все и потом ты тупо начинаешь мерзнуть я когда вчера приехал в лагерь разбил палатку все начал переодеваться у меня с запасная с собой сухая термуха из шерсти мириносов я когда снял вот этот пуховичок он у меня тоже под низом был с внутренней стороны у меня были капельки воды сайте капельки воды то есть влага не выходила благо этот пуховик он как бы тоже влага защищенный поэтому это влага не впиталась внутрь я его просто вывернул наизнанку встряхнул он немножко у меня повисел на воздухе высох и нормально было что касается пуховичка конечно пуховичок тоже пафосный он сколько я за него 140 евро отдал за этот пуховичок сейчас можете сказать что ты дурак что ли 140 евро за пуховик когда в декатлоне они там стоят 30 евро или что-то подобное да я взял этот пуховик из-за его компактности и масса он весит что-то 160 грамм всего фил пауэр у него 800 то есть это очень хороший показатель соотношения веса и тепла он греет так же как мой тот же дешманский ну не хуже может быть даже лучше но при этом я говорю о вес в разы меньше и он его можно сжать очень 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 компактно а для меня критичен объем и вес поэтому другого варианта нет про штаны штаны тоже взял штаны от этой же от этого же от этой же марки как вот эта штука из этой же серии у них есть такая серия лим называется что-то там это аббревиатура типа light что-то там баба помню в общем сверх легкие вещи штаны они однослойные но они с мембраной соответственно они дышат но не пропускают ветер и влагу это вот для походов вообще идеальные штаны и масса этих штанов 150 грамм но у них есть нюанс у них нет карманов ну в принципе на это можно забить я вот считай оделся оделся вечером сухую термуху и эти штаны то есть я по лагерю в них ходил мне было удобно комфортно и спал я прям в этих же штанах тоже нормально не как бы дополнительный слой держит теплый воздух хорошо поэтому проблем сегодня ночью в плане тепла вообще не было нормально что касается конденсата в палатке вот сегодня дай на удивление очень мало ну почти нет конденсата прям вот меня это удивило и порадовало на улице все равно было относительно сухо допустим первую ночь когда я ночевал вот в этом же районе так скажем еще с моей старой палаткой как старый до 100 и одноместный которая на палке стоит там бы ну там влажность было писец конкретная а в этот раз прям у сухо почти я вот провожу рукой так ну чуть-чуть вот влажно знаете ну вообще не критично настроение огонь прям вот вообще сейчас попил кофейку я про воду я говорил тут вот у меня там на донышке осталось бутылочки но это так зубы сейчас почистить хватит кстати вот по поводу вот этих бутылок то есть ну я когда купил себе фильтр для воды я взял еще такие же бутылки две по литру и одну пол-литровая она уже шла с фильтром пол-литровую я использую для грязной воды то есть на там из какой лужи набираю в нее воду и фильтрую уже в большую в литровую очень удобные бутылки их можно компактно складывать то есть они не занимают объема весят там вообще сущие граммы поэтому когда у вас заканчивается вода вы ее просто скрутили в трубочку так скажем резиночкой и и зафиксировали чтобы она не разматывалась и все убрали куда-нибудь она вообще места не занимает нашли источник воды раскрыли пам-пам нафильтровали именно вот когда вот едешь в лагерь именно когда нужно скажем я всю дорогу ехал с пустой бутылкой с литровой на всякий случай в пол-литровую у меня было немножко воды чтобы вдруг дороги попить и уже когда я приехал на место я уже посмотрел где какой-то водоемчик там раз ну я рассказывал уже вчера что и на озеро заехал там набрал воды отфильтровал и прям все по красоте классная штука рекомендую вот эти баллоны примусовские я теперь научился их заправлять я купил на алиэкспрессе переходничок специальный и купил эти дешманские баллоны на амазоне такие знаете дихлофосного типа они стоят вообще копейки вот такой баллон примусовский на 100 грамм он стоит 5 евро 100 грамм 5 евро а тут я покупаю что дихлофосовский вы поняли даст такой пипкой он стоит мне обошелся ну в полтора евро я взял сразу 12 баллонов на амазоне как бы оптом да и вот я сейчас переливаю в такие маленькие если так на пвд очень удобно и экономит деньги а я ведь все таки хочу ребята путешествовать экономно конечно вы сейчас скажете да нихуя себе купил блять палатку за 1100 евро и экономно да ребят палатка она купится вот каждая ночевка в палатке это я сэкономил на отеле ну где-то в среднем полтинник вот я уже три ночи переночевал скажем палатки 150 евро я уже сэкономил получил массу интересных эмоций записал интересный контент так что сплошной позитив в таком вот в таком формате да вот как сейчас я доеду палатку туда спальник мне не страшно норвегия швеция то есть я уже с уверенностью могу туда ехать кстати у нас тут уже в германии делают бесплатные тесты и причем с бумажкой на английском языке то есть можно сходить сделать бесплатно тест и потом валить куда-нибудь за границу так что не все так плохо как кажется ну прорвемся в швецию по крайней мере можно въехать на пароме без проблем с наличием на руках теста но пока туда обсуваться пока туда соваться рановато ребята там еще достаточно холодно мне же хочется помимо того чтобы жить в палатке мне же еще и хочется кайфануть понимаете проехаться на мотоцикле посмотреть виды поснимать видосы к тому времени как раз у меня придет мой надеюсь что придет мой электронный трехосевой стабилизатор для вот этой камеры чтобы вам записывать качественные видосы чтоб там без всяких дрожаний кстати я себе еще приобрел вот такие часы я до этого использовал эти apple watch 3 серии они мне под надоели я вот решил взять себе сделать подарок себе любимому гармин феникс 6 серии часами очень доволен как бы меня все устраивает а самое главное это у них батарея на 20 дней хватает в обычном режиме то есть это ведется запись всех твоих активности там все дела и 21 21 где-то 20 дней хватает а если включить энергосберегающий режим на этих часах то там на 80 дней хватит вот это меня подкупила главный аргумент все выводится вся нужная мне информация закат рассвет температура там даже есть сенсор встроенный который мерит окружающую температуру именно вот допустим как в палатке но надо единственное что снимать часы дать полежать минут 20 30 тогда они покажут нормальную реальную температуру потому что температура то тело тоже влияет хочешь не хочешь на показания и поэтому они немножко не точные но у них есть еще отдельный специальный датчик такой его можно отдельно приобретать скажем повесить где-нибудь в палатке или там на рюкзак прикрепить и можно с этого датчика по bluetooth у передавать данные на часы и видеть окружающую среду ой температуру в общем часы классные мне нравится я доволен apple watch ну не знаю надоели там батареи заряжать задолбаешься до в домашних условиях она еще как-то может быть да там каждый день ставить на зарядку а тут вот эти я одел и все и не снимаю их вообще то есть я их ношу 24 на 7 они очень удобные вот меня поразило да я взял самую большую версию этих часов и я поразила насколько они вот удобно сидят на руке они не мешают и вес у них 80 грамм по-моему я взвешивал я не ошибаюсь ну в общем адски классная штука мне нравится так ладно ребята все я сейчас такого батрячка словил буду потихонечку собираться rance калnor я будуiring вечером исчезает лебедка например не комбиниру . течень моих pedestrian на четыре и течень нам пришли к машине , например и ситуацию Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Вот и подошла моя ночевка к концу. Сейчас убрал за собой лагерь, брал мусор. Мусор у меня в отдельном мешке, надо будет сейчас выкинуть куда-нибудь. Ну и собственно буду выдвигаться. Когда из палатки-то вылез, так похолодало, ну точнее да, в палатке как-то все равно потеплее было, плюс еще в спальнике. А на улице вот сейчас плюс 4 показывает телефон и прохладный ветерок. Ну я пока собирался, пока двигался, тут немножко согрелся, так что мне сейчас нормально, не холодно. Ну в общем мне все понравилось, я остался доволен, погода тоже порадовала. Хотя бы не было дождя, это уже что-то. С водой только немножко не подрассчитал. Я взял с собой полтора литра, ну емкости. В следующий раз я возьму еще одну емкость на литр. То есть получается 2,5 литра. Думаю должно хватить. Хотя бы на вечер, чтобы поужинать и на завтрак полноценно. Ну и там, чтобы зуб почистить. Так что вот так вот. Но это опять же опыт. Опыт, опыт, опыт. Сейчас руку набиваю, чтобы потом было проще. Чего я вам, ребята, рекомендую. Если у вас реально есть возможность, природа, лес. Да не важно, есть у вас мотоцикл или нет. Хоть на велосипеде, какая нахрен разница. На велосипеде, мне кажется, еще круче даже. Если особенно вот вы живете, где недалеко природа. Вы на велике можете заехать туда, куда я на мотоцикле заехать. Не смогу, например. А пешком так вообще можно лазить где угодно. Как бы мой план на будущее так и составляет. Допустим, находить какие-то трекинговые маршруты интересные. На мотоцикле доехать до точки, скажем. До начала маршрута ставить мотоцикл где-нибудь на парковке. И потом уже двигать пехом туда, куда бы я на мотоцикле не заехал. Ну, такие вот планы, мечты. Ну, мечтам, собственно, и свойственно сбываться. Поэтому все будет нормально. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ